В 2017 главной хоккейной лиге по игре с шайбой исполняется 100 лет с момента ее основания. И это отличный повод вспомнить историю одной из старейшей спортивной организаций в Америке и, безусловно, сильнейшую хоккейную организацию в мире – Национальную Хоккейную Лигу. Продолжение следует... Второй сезон НХЛ начала всего с тремя командами. Квебик Бульдогс пока так и не нашли достаточных финансов, чтобы заявиться на турнир, а на место разоренного Вандерерс никого так и не взяли. В этом сезоне были введены некоторые изменения в правила. Были добавлены синие линии, было разрешено делать передачи вперед и пользоваться при пасах коньками. При удалении хоккеисты отправлялись на скамейку штрафников на 3 минуты. При более серьезных нарушениях на 5 минут. В борьбе за Кубок Стэнли 1919 года встретились чемпион НХЛ Монреаль Канадиенс и команда хоккейной ассоциации Тихоокеанского побережья Сиэтл Метрополитенс. Однако из-за сильнейшей эпидемии испанского гриппа многие хоккеисты Канадиенс оказались не в состоянии продолжить серию и 6 матч был отменен, а Кубок Стэнли остался без нового хозяина. Из событий того сезона стоит отметить, что 28 декабря 1918 года Джош Визина из Монреаль Канадиенс стал первым вратарем, отдавшим результативную передачу. 16 февраля 1919 года Сай Денани из Оттава Сенаторс забросил 52 шайбу в карьере, выйдя на первое место в двухлетней истории НХЛ. После сезона 1918-19 финансовое положение команд НХЛ стало понемногу стабилизироваться. В лигу наконец-то влились Квебик Бульдогс, а Торонто Аренас было переименовано в Торонто Сент Патрикс. Победителем регулярного сезона стала Оттава Сенаторс, она же стала и обладателем Кубка Стэнли, а далее в пяти матчах Сиэтл Метрополитенс. Счет в серии 3-2. Из важных событий сезона стоит отметить, что 7 января 1920 года Джо Маллоун стал лидером в истории НХЛ по количеству заброшенных шайб, 59. 21 февраля 1920 года на матче Торонто-Оттава присутствовало 8,5 тысяч зрителей. И это был новый рекорд НХЛ по посещаемости. В сезоне 1920-1921 годов команда Квебик Бульдогс сменила и своих хозяев, и прописку, и название. Теперь они стали Гамильтон Тайгерс. Сезон снова прошел под диктовку Оттавы Сенаторс, которые вновь стали обладателями Кубка Стэнли, обыграв Ванкувер Миллионерсов счетом 3-2. В этом сезоне, 5 марта 1921 года, голкипер Оттавы Клинт Бенедикт стал первым вратарем в истории НХЛ с 10 сухими матчами. В пятом сезоне победителем регулярного чемпионата снова стали столичные Сенаторс. Однако в этот раз в серии плей-офф они оказались слабее Торонто-Сент-Патрикс, а те в свою очередь оказались сильнее неудачливых Ванкувер Миллионерс, которые второй раз к ряду проиграли серию со счетом 3-2. 11 февраля 1922 года, после 20-минутного овертайма, матч Оттавы Торонто завершился со счетом 4-4. Это была первая ничья в истории НХЛ. В сезоне 1922-1923 годов Оттавы Сенаторс снова оказалась сильнее своих конкурентов по лиге, а в серии плей-офф сильнее команды Эдмонтон Эскимос, обыграв их в финальной серии со счетом 2-0. 31 января 1923 года впервые в матче НХЛ не было зафиксировано ни одного удаления. Это произошло в игре Монреаль Гамильтон. 17 февраля 1923 года, забив 143-й гол в карьере, Сай Деннелли из Оттавы снова стал лучшим и самым результативным хоккеистом в истории НХЛ. 22 марта 1923 года впервые хоккейный матч транслировался по радио. В сезоне 1923-1924 года регулярный чемпионат снова выиграла Оттава Сенаторс, но в плей-офф сильнее были Монреаль Канадиенс, которые впервые в своей истории нахождения в НХЛ стали обладателями Кубка Стэнли. Начиная с этого сезона, лига приняла решение награждать игрока, который внес наибольший вклад в успех своей команды, специальным призом – Хард Мемориал Трофи или просто Хард Трофи. Первым его обладателем стал Фрэнк Найбор из Оттавы Сенаторс. Количество команд НХЛ в 1924 году увеличилось до шести. В лигу были добавлены Монреаль Марунс и первый американский клуб – Бостон Брюинс. Ради этой привилегии оба клуба заплатили по 15 тысяч долларов. Рост числа участников привел и к увеличению количества матчей. Каждый клуб провел в сезоне по 30 игр. Первое место заняли завзятые аутсайдеры прошлых сезонов – Гамильтон Тайгерс. В финале НХЛ Тайгерс должны были встретиться с победителем серии Монреаль Канадиенс Торонто Сент-Патрикс. Но хоккеисты Гамильтона устроили забастовку, потребовав дополнительные 200 долларов за каждого хоккеиста, аргументируя это тем, что по сравнению с предыдущими годами они провели больше игр. Президент НХЛ Фрэнк Калдер дисквалифицировал Гамильтон и объявил Канадиенс, одержавших победу в серии над Торонто, новыми чемпионами лиги. Однако оставить Кубок Стэнли у себя Канадиенс не удалось. Они проиграли команде Виктория Кугарс, и впервые за 8 лет Кубок Стэнли достался команде не из НХЛ. Начиная с этого сезона начали вручать приз Леди Бинг Трофи, который присуждается игроку, продемонстрировавшему образец честной спортивной борьбы и джентльменского поведения в сочетании с высоким игровым мастерством. Назван приз в честь жены тогдашнего генерал-губернатора Канады, Леди Бинг. После вступления в лигу команды Boston Bruins, НХЛ стала полностью открытой для американских команд. По результатам собрания руководителей и владельцев клубов НХЛ, 22 сентября 1925 года было принято решение о продаже Гамильтон Тайгерс в Нью-Йорк за 75 тысяч долларов. Тайгерс превратили в Американс, а домашняя арена команды стал Мэдисон Сквейр Гарден. Также летом 1925 года к НХЛ присоединился Питтсбург Пайротс, и таким образом в лиге стало 7 команд. Тем не менее регулярный сезон вновь остался за Оттавой Сенаторс, но плей-офф и кубок Стэнли достались прошлогодним дебютантам Монреаль Марунс, которые в финале одолели прошлогодних победителей Викторию Кугорс. 26 декабря 1925 года новички НХЛ, Нью-Йорк Американс и Питтсбург Пайротс установили рекорд лиги, сделав в сумме в одном матче 141 бросок поворотом. 16 января 1926 года вратарь Монреаль Марунс Клинт Бенедикт стал первым в лиге с 25 сухими матчами в карьере. В составе Монреаль Канадиенс по ходу регулярного сезона произошла трагедия. Вскоре после окончания очередного матча 27 марта умер от туберкулеза их прославленный голкипер Жорж Визина. Также сезон 1925-1926 стал последний, когда сильнейший из команд НХЛ бил из-за кубок Стэнли сильнейшей команды другой хоккейной лиги. И на этом сегодня всё. Если вам понравилось данное видео, то поставьте лайк, оставьте свой комментарий, расскажите о нём друзьям и не забудьте подписаться на канал, чтобы не пропустить ничего нового. До скорых встреч на канале Ray History Channel. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова